Нацпроект «Цифровая экономика» как способ укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений. 11 школ, техникумов и колледжей области стали победителями конкурса и обладателями денежных грантов в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики». Сумма гранта от 2 до 31 миллиона рублей. Деньги предназначены для распространения передового опыта в преподавании математики, информатики, технологии, а также для организации профильных смен в загородных лагерях. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! В Оренбургском учетно-финансовом техникуме цифровизации образовательного процесса уделяют максимум внимания. Учебный процесс обеспечивает полторы сотни компьютеров со специальными обучающими программами. Оценки выставляются в электронный журнал, практикуется постоянный онлайн-контакт между преподавателями и студентами. В условиях дистанционного обучения альтернативы ему нет. Задания раздаются через интернет. На сайте техникума размещаются видеолекции по различным предметам. В видеорежиме проходит и совещание по организации на базе лагеря «Янтарь» смены для старшеклассников, интересующихся цифровыми технологиями. Самых продвинутых из них отберут по итогам успехов в учебе и желанию действовать в цифровом формате. Целевая аудитория нашего проекта – это обучающиеся 8-х и 10-х классов, а также студенты-первокурсники, которые заинтересованы инженерным образованием, которые имеют результаты достижения, а главное – желание и понимание работать с умными цифровыми технологиями. Видеокамеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, ноутбуки с программами. Средства гранта пойдут на закупку оборудования, которое будет обеспечивать деятельность цифровой смены. Среди ее организаторов, в том числе и руководители IT-компаний. Они будут давать оценку разработкам, а также присматривать для себя перспективные кадры. Впрочем, формирование первых цифровых навыков происходит еще на школьной скамье. Этот процесс давно отлажен в 86-й Оренбургской школе. Она стала обладателем 6-миллионного гранта, и эти деньги потратят на то, чтобы поделиться своим опытом. И пригласить учеников других школ в свой кружок робототехники, оснащение которого на высоте. Однако поддержание этого уровня очень затратно. У роботов и запчасти им нужны, как и на настоящих машинах, везде им и зарядники нужны, да, и вот эти поля мы распечатываем, чтобы дети могли тренироваться. Возможности вот эти вот расширяются с появлением новых инструментов, которые можно сюда добавить. Добавится оборудование и в школьной мастерской. Уроки технологии проходят по всем правилам с использованием различных станков и механизмов. Вот, например, набор деревообрабатывающих станков для младших школьников. Почти игрушечный. Почти, потому что позволяет изготавливать реальные предметы из дерева. А вот почти взрослый токарный станок. Почти, так как большую вещь на нем не выточить. Потому в планах школы приобретения станка посерьезнее. А также закупка еще одного координатного лазерного числовым программным управлением. Нужно идти вперед, в ногу со временем. И, соответственно, усовершенствовать материальную базу школы, расширять линейку таких станков. Направления разные цели примерно одни и те же. За счет дополнительных государственных вливаний придать процессу цифровизации образования новый импульс и вовлечь в этот процесс широкие ученические и студенческие массы. В Бузулукском строительном колледже действуют еще с прицелом на абитуриентов. Казалось бы, где стройка и где цифровизация. Однако на этапе проектирования сегодня уже мало кто пользуется карандашом и ватманом. Все проекты делаются в специальных программах. Но не только и не столько продвинутым компьютерным железом будет усилена образовательная система региона. Значительная часть этих средств пойдет на повышение квалификации педагогов. Потому что любое оборудование, какое бы оно современное ни было, оно мертво, без людей, которые могут раскрыть его потенциал. Оборудование – это всего-навсего инструмент. В региональном министерстве считают, что участие в различных конкурсах, победителям которых выдаются целевые средства, это один из путей финансового наполнения системы образования в целом. Понятно, что каждой школе области выиграть какой-либо грант нереально. Вместе с тем образовательных учреждений с передовым опытом преподавания и соответствующими результатами в учебе – десятки. Все вместе они способны обеспечить приток в область сотен миллионов рублей. Дополнительно к ежегодным бюджетным расходам. Это были акценты дня. Увидимся.